А потом старуха говорит мальчику, отдай мне свое сердце! Страшно, да? Да, ребята, вы не испугливы. Роджер, зачем так пугать, а? Прости, Сэмми, просто я увидел, как ты тут страшилки рассказываешь и решил присоединиться. Да, я так не испугался вовсе. Да что ты! Мы тут не в доме с привидениями вообще-то. А хочешь смастерим такой? Ой-ой, эй, что происходит? Привет, ребята! Сегодня мы с Сэмом смастерим что-то очень крутое. Да, мы построим самый жуткий дом в мире и населим его с призраками. Попридержи коней, приятель! Что? Почему? Ну, мы будем не совсем строить дом. Та-дам! На вид обычный, милый кукольный домик. Так им никого не испугаешь. Это ненадолго. Мы кардинально изменим его в следующие 10 минут. Но сначала нужно... Оу! Надеть перчатки! Ребята, не забудьте застелить стол. Иначе все вокруг будет покрыто краской. И наденьте защитную маску. Приступим! Ну что теперь скажешь, Сэмми? Больше домик милым не назвать, да? Хм, сейчас посмотрим. Как профессиональный крафтер я одобряю. Ну, Роджер, как насчет пола? Оу, не переживай, Сэмми. Мы выложим его вот такими деревянными панелями. То, что надо для старого дома с привидениями, не так ли, ребята? Ставьте лайк, если согласны. Оп! Отличная идея, Родж! Ребята, подписывайтесь на наш канал, пока мы работаем над полом. Увидимся через секунду. Жуткий страшный скелетон. Что делаешь? Ой, ты меня напугал. Я подумал, будет здорово добавить несколько штрихов тут и там. Угу, понятно. И все, что ты смог придумать, это серая краска. Ну, если у тебя есть идея получше, работай сам. Я не против. Оу, Сэмми, ладно тебе. Какой король драмы. Вау, король? Тогда вот мой приказ. Все краски и кисточки должны приступить к работе. Ну вот, другое дело. Эй, Сэм, зацени-ка. Хм, твои дизайнерские навыки не так уж и плохи, Родж. Но со мной тебе не сравнится. Что это у тебя? Это палочки от мороженого. Отгадай, зачем они нам? Эм, чтобы сделать жуткое мороженое? Нет, чтобы заколотить окна. Я их даже морилкой уже покрыл. Давайте приклеим палочки с внутренней стороны окон. По очереди. Вау, идея-то неплоха, да? Сэмми, не говори под руку. Вот так. Кстати, окна заколачивают не только, чтобы отпугнуть нежелательных гостей, но и чтобы защититься от сильного шторма. Может, кто-то страшный смотрит на тебя в эти щели? Да, да. Ха-ха, Сэмми, ну ты чего боишься? Это же всего лишь декор для входной двери. Еще парочка костяшек и симпатичный венок готов. Да не испугался я, Роджер. Я просто не ожидал. Смотри, я даже сделал подходящие свечи. Правда? Вау, ребята, точно! Вы только посмотрите. Вау, теперь нам просто необходима классная жуткая полочка, чтобы их расставить. Сэмми, может, у тебя остались еще те палочки от мороженого? Да, а что? Сделаем из них гроб. Гроб? Что? Ребята, конечно, я просто пошутил. Это будет полочка, на которой мы разместим колдовские книги и те крутые свечи, которые смастерил Сэм. Вот так. Оп! А как насчет мебели, Родж? Придумаем что-нибудь особенное? Хорошо, что ты спросил. Я вроде бы видел несколько игрушечных диванчиков и кресел. Вот бы был кто-то, кто смог бы сделать их не такими веселыми, чтобы они больше подходили к нашему домику. Понимаешь? Больше ни слова. Мастер Сэммиэль против любом дизайне. Ребята, вы даже не представляете, как здорово иметь такого помощника, как Сэм. Чего-чего, Родж? Ты лучше всех, Сэмми. Спасибо. Всегда пожалуйста. Поддержите Сэма кучей лайков. А я пока займусь устрашающими украшениями из глины. Сделаем несколько подобных шариков. И вуаля! Как вам такие глазки? Мне очень нравится. Эй, Родж, зацени. Вау, как здорово. Это еще не все. А как тебе это, Родж? Задание выполнено. Да, я просто поражаюсь, как быстро ты все делаешь. Это только начало. Теперь у миски с глазами есть собственное место. Отлично. Я рад, что тебе понравилось, что я смастерил. Бу! Хорошая попытка, Сэмми. Очень хорошая. А пока Сэм пытался меня напугать, я сделал вот такие жуткие занавески. Давайте их повесим. Вот тут. Оу, Сэмми. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, наконец-то. А пока Родж возится со шторами, я вам кое-что покажу. Ребята, как вы думаете, что это? Хм, и что же? Эй! Ничего не понимаю. Хм. А, это пальма. Но, Сэм, как ты ее сделал? Ошибочка вышла, Роджер. Теперь ты сам как пальма. Не нравится мой новый имидж? Почему же? Он классный. Вообще-то я сделал лампу. Ты просто гений. Сэм сделал лампу из ног скелета. Я слышал, ты нашел жильца для нашего домика, Родж. Ему же понадобится кровать. А у меня есть пара подушек. И уютное одеяло. Как раз кстати. Но прежде чем ставить кровать, давайте расстелим коврик. Вот так. Ну, как вам, ребята? А еще у нас есть диванчик и кресло с такими же подушками, как на кровати. Ни один Санта не захочет лезть в такую трубу. Родж, смотри, что я нашел! Вау! Это же призрачный ретро-автомобиль. Ограниченная серия. Поставим нашу жуткую тачку в гараж. Вот так. Оп. Но чего-то все равно не хватает, Сэм. Никак не могу понять, чего же именно. Посмотрим. Жуткие украшения, скелеты. Дошло! Стой! Куда это он? Чуть не забыли о подходящем освещении. Вот, держи. Здорово, Сэм. О, это же искусственная свеча. Круто, но так она мне еще больше нравится. Поставим ее вот сюда. Отлично. А теперь последний штрих. Давайте рассмотрим наш дом с привидениями во всей красе. Пойдемте. Если осмелитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ Роджер! Это просто замечательный дом с привидениями! Не могу перестать им любоваться! Я рад, что он тебе нравится, Сэм! Неправда. У меня от него прямо мурашки похожие. Жуткий, да? Круто! Роджер, хватит уже! Эти твои трюки уже не работают! Хватит что? Я ничего не делал! Что это тогда было? Не знаю, Сэмми. Лучше пойдем отсюда! Не забудьте подписаться, ребята! До скорого! И нажмите на колокольчик! Бебем без носки! И еще один штрих. Вау, Роджер, крутой рисунок! Спасибо, Сэм. Я раздумываю над новым проектом. Сэм, неси швабру! Роджер, какая швабра? В нашем доме завелся призрак! Сэмми, не говори глупостей. Откуда в нашем доме привидение? Роджер, ты что, не знал, что в каждом доме живет хотя бы одно привидение? Бред какой-то! Никакой не бред! Вот построишь дом и увидишь, в нем сразу заведутся призраки! Вызов принят! Ребята, всем привет! Сегодня мы построим идеальный дом для привидений. И если в нем не заведутся призраки, нашему Сэму будет нечего возразить! Ха-ха! Обожаю разрушать бредовые теории Сэма! Оп! Оп! Кхм, вообще-то у главой корпорации охотников за привидениями не бывает бредовых теорий. Ладно, проверим твою квалификацию. Для начала привидения не заводятся в домах с таким зеленым газоном. Ну, это мы сейчас исправим. Хм, немного лучше. Ребята, Сью уже собирала похожий лавандовый домик. Помните? Он мне очень понравился. А я попробую сделать из второго набора идеальный дом для привидений. Жутковатый, но красивый. Когда Сэм его увидит, он будет просто в шоке. А вы потом напишите, какой вариант вам понравится больше. Я тебе помогу! Есть много условий для того, чтобы в доме поселились призраки. Сэм, а тебе не кажется, что твои призраки слишком привередливые? Немного украсим участок камнями. Которые мы сделали из глины. Тихо, Роджер! Надеюсь, призраки тебя не услышали. Ха, да плевать мне на твоих призраков. Будут выпендриваться, я их из дома выгоню. Во-первых, Роджер, что за манеры? А во-вторых, все характерные черты призраков описаны в моей методичке охотников за привидениями. Ого, как все серьезно. Не переживай. Я тебе расскажу все-все-все, что сам знаю о призраках. Не сомневаюсь, Сэм. Декор из камней готов. Продолжим мастерить. Наш специалист по призракам сказал, что привидения не любят новенькие полы. Поэтому сейчас мы декорируем их под старину. Отлично, Роджер. Пол я одобряю. Теперь нужно заняться стенами. Кстати, я уже нарисовал на них серебряные доски. Отличная работа, Сэм. Нет, новая краска — это, конечно, красиво, но в обшарпанных домах есть свой шарм. Сюда мы установим лампу. Пришло время украсить наши стены. Эм, Роджер? Эх, я знаю, Сэмми, призраки не любят идеальные обои. Молодец, Роджер, быстро учишься. Ты отличный учитель, Сэм. Хоть призраки и умеют проходить сквозь стены, без окон нам точно не обойтись. Ребята, будьте осторожны при работе с острыми предметами. Если честно, как бы убедительно Сэм не звучал, в призраков я все равно не верю. Роджер, не зли меня. А что ты скажешь по поводу светлых пятен, которые все время появляются на фотографиях? Очевидно, что это призраки хотят сфоткаться. Сэмми, просто в объектив камеры попадают пылинки или насекомые. Вот, лучше зацени, какая крутая стена у меня получилась. Да, Роджер, твоя стена почти такая же идеальная, как мои. О, это лучшая похвала. Ребята, эта лампочка будет работать благодаря проводам, подключенным вот к этим батарейкам. А теперь давайте соединим стены. Ну, а чтобы стены выглядели аккуратно, мы уберем батарейки в специальное место. Будьте осторожны при работе с проводами. Супер, настало время расставить мебель. Начнем с кухни. Роджер, ну только я тебя похвалил. Сэм! Нам нужна мебель в призрачном стиле. Вообще-то, специалист по призракам здесь ты, а не я. Вот, смотри, я сделал диван в призрачной стилистике. Очень необычно. Сэмми, а можно хотя бы несколько критериев призрачного стиля? Легко. Во-первых, элегантность. Призраки не любят ярких красок. Хм, вообще-то яркие цвета сейчас в тренде. Ну ладно, сойдет. Что дальше? Во-вторых, минимализм. Призраки ценят красоту простых линий. А вот минимализм сейчас в топе. И в-третьих, благородная старина. Призраки гордятся своим возрастом. То есть, ты просто сделал кухонный шкаф старым? Я задекорировал его под благородную старину. В целом, выглядит интересно. Думаю, призраки будут не против кофейного столика. Хм, он вполне вписывается в интерьер. Одобряю! А теперь займемся вторым этажом. Сейчас нам нужно закрепить люстру, так как пол второго этажа одновременно и потолок первого. Роджер, ты чувствуешь этот холодный ветер? Кажется, призраки уже прилетели к нашему дому. Сэм, я просто забыл выключить кондиционер. Семнадцать градусов! Роджер! Сэм, успокойся. Хорошо. Итак, я установил два канделябра и приклеил пол. Вот так. Ну и каким бы призрачным ни был наш дом, без опоры он не устоит. И еще одна. То же самое проделаем с другой стороны. Вот так. Отлично. Отлично! Ребята, а вы когда-нибудь видели призраков? Они что, правда такие привередливые? Роджер, не привередливые, а требовательные к стилю. Вот так. Сэмми, как тебе такая благородная старина? Удовлетворительно. Мне кажется, идеальный старый заборчик. Осталась последняя деталь. А теперь займемся вторым этажом. Роджер, а ты знал, что кошки могут видеть привидений? Просто я заметил, что наш Флаффи часто смотрит в одну точку, не отрываясь. Ммм, может он медитирует? Хмм, об этом я не подумал. Роджер, а ты совсем не подумал, как привидения будут выходить в дом? Ну, я думал, что они летают, но по нашим ступенькам в призрачном стиле захочет пройтись любое привидение. Роджер, я сделал дверь, которая идеально подойдет нашему дому. Мне кажется, привидения должны оценить наш дом в призрачном стиле. Конечно же оценят. Призраки еще те эстеты. Им подавай все самое красивое. Раз уж призраки такие эстеты, еще немного декора не помешает. А на этой качалке призраки смогут почитать свои призрачные журналы. Интересно, у них есть свой National Geographic? Роджер, наш дом какой-то пустой. Хочется добавить атмосферности. И в этом нам поможет вот такой торшер. И я бы добавил еще немного призрачного света. Вау! Очень стильно! Поведение! Ребята, вы тоже слышите эту музыку! Сэмми, ты будешь шокирован! Вау! Да, призраки — это круто! Ах, так, нужно возвращать Сэма. Ой, что-то я увлекся. Нам нужно замаскировать наш музыкальный механизм и доделать остальные стены. Эта музыка меня околдовала! О, а Грата здесь как раз кстати. И немного скрипучее кресло тоже. Сэмми, а призраки вообще спят когда-нибудь? Эм, ну, как нам говорили на курсах. Слушай, а призраки моются? Странно, если нет. Ну, в теории, совершенно... И вообще, как они развлекаются? Ходят на призрачные вечеринки? Короче, Роджер, прилетят призраки, вот у них и спросишь. Ну, и какой же дом без крыши? Сэмми, твои призраки точно должны оценить нашу стильную крышу. Вроде бы она подходит по всем критериям. Эм, я забыл еще один пункт. Дай угадаю. Призраки любят старые картины. Это относится к пункту про старину. Четвертый пункт. Призраки, фанаты готики. Сью как раз недавно рассказывала мне про готический стиль. Для готики характерны темный цвет и острые углы. Очень качественная работа. Роджер, ты молодец. Благодарю. Но главное, чтобы призраки оценили. Ну или хотя бы просто появились. И, конечно же, пункт третий. Благородная старина. В призрачном доме обязательно должно быть много растений. Ведь если за ними не следить, они вырастают повсюду. Роджер, чисто гипотетически. Да, Сэмми. Вот, предположим, что ни одно привидение не появится. И что тогда? Тогда мне предстоит много работы по придумыванию шуток про твои бредовые теории. Опаньки. Наш дом получился слишком классным. А если призраки не прилетят, тогда Роджер будет все время меня подкалывать. На всякий случай нужно заранее вызвать призраков. Только не нужно вызывать слишком рано, Сэмми. А то за ожидание придется доплачивать. Ну это же не такси. Подождут, я думаю. Опс. Роджер, я это... Просто хотел потренироваться. Роджер, там была новенькая розовая машинка. Смотри, что я с ней сделал. Вау. Сэм, да ты просто призрачный гонщик. Давай-ка сделаем облик нашей машинки еще более атмосферным. Что ты задумал? Смотри, как будто машинка стояла долго-долго, и ее завалили листья и ветки. О, мне нравится ход твоих мыслей. А я заценил разбитое стекло и фары, Сэм. Очень призрачно. Ты настоящий мастер-декоратор. Готово. Эта машинка идеально сочетается с призрачным стилем нашего домика. Итак, ребята, наш стильный мистический дом готов. Осталось дождаться появления призраков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хоп-хоп-хоп. Ах, Сэви. Ну когда уже твои призраки появятся? У меня куча дел. Мне еще надо придумать, как я тебя буду подкалывать за твою веру в несуществующих привидений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это кто здесь несуществующий? Хм... О, привидение! Рад тебя видеть! Жаль, что призраки не могут есть. Я бы тебя угостил вкуснейшей нутеллой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В смысле? Очень даже могут. Мы, призраки, обожаем нутеллу. Ты хотел сказать, мы слаймы? Упси! Надо было все-таки вызвать призраков заранее. Эх, Сэми. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось мастерить призрачный дом вместе с нами. Вас ждут новые творческие проекты. Кстати, ребята, жмите на колокольчик, чтобы заранее получать уведомления о новых видео. Да, Роджер? Роджер? Как странно. Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэмми, что происходит? Ой-ой-ой, что это было? Это ты мне объясни. Почему ты бегаешь с коробкой на голове? Ты не понимаешь. Это же не просто коробка, это мой новый дом. А что случилось со старым? Это мой волшебный дом. В нем живут только настоящие волшебники, такие какие. О, точно. Волшебный дом, твой собственный. Ну, конечно. Ладно, продолжай. Только будь осторожен. Как всегда. Тогда я тоже построю волшебный домик. Точно такой же, как в мультфильме «Ведьмина служба доставки». Что? Сью, я тоже хочу домик, как у Кики. Привет, ребята. Сегодня мы будем делать домик Кики, который ей пришлось покинуть в 13 лет. Это дом ее родителей. Ее мама тоже ведьма. Однажды она прилетела в этот город и осталась там. Итак, мы начнем со стен. Без них любой дом – это совсем не дом. А у моего домика уже есть стены и даже крыша. Вот, смотрите. Честно говоря, там очень темно. Наверное, это потому, что в твоем доме нет окон. Однако мне нужно закончить свой рисунок. Ладно, не буду тебе мешать. Окна, да? А в твоем доме они будут? Конечно. Вот, смотри. Только осторожнее. А ты не мог бы на время отложить свою коробку в сторонку и помочь мне с поделкой? И что бы ты без меня делала? Сейчас вернусь. Готово! Ого, это было быстро. Этот материал отлично подойдет для изготовления окон. О, интересный выбор. Ага, я вижу, как там прогуливается один озорной слой. Ну да, я тут. Сью, смотри, теперь жители смогут любоваться красивым видом. Точно. Только до этого еще далеко. А пока нам нужно склеить эти детали дома. Оп, вот так. Я хочу быть как Кики. У-ху! А значит, я должен научиться летать. Хочешь улететь от меня так же, как Кики улетела от своих родителей? Даже и не думал об этом. Я просто хотел... Сэмми, ты в порядке? Ты теперь так похож на Кики во время ее первого полета на метле? Не нравится мне так летать. Я думал, что я взлечу и полечу, куда только захочу. Не волнуйся, Сэмми. Может, ты и не умеешь летать, зато ты великий мастер. Вот, смотри. У нашего дома уже есть крыша. Скоро в нем можно будет жить. Слишком он для меня маловат. Я в него не влезу, да еще и с метлой. Сэмми, я знаю, что тебя взбодрит. Новое изобретение. Оп, ну, что скажешь? А, точно! И у меня как раз появилась идея, чтобы улучшить наш дом. Сейчас вернусь. Сэмми, пожалуйста, осторожнее. Ой-ой, прошу прощения. Все хорошо. Теперь у нашего дома есть крыша, но чего-то не хватает. Правильно, нужен фундамент. Кусок пенопласта подойдет идеально. А теперь займемся декором. Ребята, никуда не уходите. Сью, смотри. Это одновременно и маракасы место для хранения камней. Это отличная идея. Эти камни как раз подойдут для отделки нижней части нашего дома. Минуточку, нанесем немного клея, и их можно будет приклеить. А-а-а-а. Теперь приделаем крыльцо, чтобы жильцы могли попасть внутрь. Оп. Сэмми, пока я режу кофейные палочки для декора, не мог бы ты расширить веранду и приделать к ней побольше камней? Уже это сделал. Как же я устал. Теперь я понимаю строителей. Это тяжелая работа. Ага, значит ли это, что ты слишком устал и не собираешься участвовать в дальнейшем обустройстве нашего дома? Как ты могла такое подумать? Я в деле, и я сделал входную дверь. О, отлично. Кстати, я вспомнила, что у тебя есть волшебная палочка. Может, ее можно использовать? Конечно. Я буду махать, колдовать и украшу весь дом. Хорошая работа, Сэм. А еще нам нужны маленькие кирпичики для отделки этой стены. Предоставь это мне. Я сделаю это гораздо быстрее тебя. Хм, ты прав. Ты все сделал быстро и аккуратно. Чем еще ты меня удивишь? Например, вот этим. Над крыльцом тоже должна быть крыша. О, точно. Подходит просто идеально. Но я тоже кое-что могу. Например, я сделала вот этот эркер. Неплохо, неплохо. А я соорудил полейницу для дров. Ладно, ладно, давай не будем спорить. Ладно. Пора укладывать черепицу. Ой, я тоже хотела сделать черепицу для дома, но что-то пошло не так. О, давай я тебя распутаю, чтобы ты мог продолжить. Ох, спасибо, Сью. Нужно прикрепить черепицу вот таким образом, чтобы крыша выглядела более реалистично. Я решила не приклеивать ее, а прибить гвоздями. Сэмми! Осталось лишь добавить несколько деталей. Еще пара окон. Идеально. Я хочу помочь. Давай я что-нибудь сделаю. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сэмми, наберись терпения. Мне очень понадобится твоя помощь, когда мы начнем украшать дом. Ты же знаешь. Скорее ставьте лайк, если вы тоже не можете больше ждать. Я нашел его, я нашел! Это будет мой Джиджи-говорящий код. Точно такой же, как был у Кики. Сэмми, ты все перепутал. Джиджи не разговаривал. Это Кики обладала способностью понимать ее. Что это у тебя? Фу, грязь. Зачем она тебе понадобилась? Я хочу укрепить стены, чтобы дом не рухнул от первого порыва ветра. Вот так. Даже смотреть на это не буду. О нет, этой чернотой ты испортила весь дом. Так лучше? О, брокколи! Сью, ты забрала у дома все цвета. Зачем? Я-то думала, он тебе нравится. Не волнуйся, Сэмми. Теперь дом стал крепче. И скоро он снова станет ярким. О, я что-то слышу. Точно так же, как котец Кики, когда она улетала. У него был очень острый слух. Думаю, у меня слух обычный. Я ничего не слышала. Ага, я же говорил. Итак, моя магическая способность – это сверхострый слух. Сэмми, это я тоже слышала. Это был звук уведомления на моем телефоне. Значит, у меня не очень острый слух. Нужно продолжать искать свою сверхспособность. А, Сэмми, а что-то случилось с твоими способностями мастера по поделкам? Ты же в этом лучший. У меня должно быть что-то из мира Кики. И я обязательно найду это. Может, тебе подойдут способности Томбо? Мальчика-изобретателя и друга Кики. Помнишь? Он же был просто обычным мальчиком, а мне нужно что-то волшебное. Дай-ка подумать. А какие способности ты еще не пробовал? Ты можешь видеть будущее? Не знаю. Этого я еще не пробовал. Надо поскорее проверить. И чье будущее ты будешь предсказывать? Своё, моё или Роджера? Никак не могу решить. Сначала я хочу проверить еще одну способность. Интересно, что он имел в виду? Надеюсь, мы обойдемся без всяких там взрывов. Подожди-ка, Сэмми. Это же мои любимые духи. Что они тут делают? Неужели непонятно? Мама Кики делала разные зелья. Я тоже хочу попробовать. Ни за что. Только не с моими духами. Возьми что-нибудь попроще. Краски, например. Вот. Ага. Это моя волшебная кисточка. Тогда я раскрашу ей дом. Ну вот. Я закончил со стенами. Что будем делать дальше? Дай-ка я добавлю несколько штрихов на разные части дома. А после этого ты сможешь нанести золотую краску. Как тебе такое? Золотистый мой любимый цвет. Скорее бы. Наверное, я все-таки обрел свою магическую силу. Я не обыкновенный художник. Конечно, это так, Сэм. Я лишь добавлю один завершающий штрих к твоему шедевру. Вот и все. Теперь все детали на месте. И можно переходить к заключительному этапу. Дом Кики примечателен тем, что на нем очень много зелени. Сэмми, принеси мне ее, пожалуйста. Вот она, вот она. Но я хочу сам приделать ее к дому. Конечно. Я подниму тебя, а ты посыплешь дом зеленью. Все, я закончил. Ребята, можете поставить нам лайк за этот шедевр. Ого, ничего себе! Сэмми и правда величайший дизайнер из всех слаймов. Почему бы нам не пойти дальше и не добавить этой зелени побольше объема? Ну вот, как будто этот дом долгое время стоял в густом лесу. Ха-ха-ха. Сью, наш дом просто зеленый. Ему нужны цветы. Ты прочитал мои мысли. Я как раз собиралась их добавить. Теперь наш дом закончен. Сью, мы забыли об одной очень важной вещи. Я сейчас вернусь. Не могу понять, что же мы забыли. Дом выглядит как оригинал. Дом Кики не может обойтись без Кики. Вот, я сам ее сделал. О, ничего себе! Как же я могла забыть? Теперь этот волшебный дом полностью готов. Так. До свидания. Отличной пр phasesidencial. У 93 marvelous. υτ raw energet vague. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал! Пока, ребята! Я улетаю! Что ты делаешь, Сью? Что случилось, Сью? Я только что закончила смотреть «Унесенных призраками»! А? Что это? Что? Ты не знаешь? Это невозможно! Оу! Последняя салфетка! О, нет! Я никогда не посмотрю этот фильм! Если ты плачешь из-за него, то я точно буду плакать! Ты знаешь, я очень чувствительный! Я могу позвонить Роджеру и попросить его купить больше салфеток! Он как раз пошел в магазин! А пока его нет, мы можем сделать крафт из этой пустой коробки! Не пропадайте на бру! Привет, ребята! Сегодня мы сделаем кое-что очень необычное! Это будет баня из «Унесенных призраками»! Вы можете поверить, ребята! Да! Мы еще ничего подобного не делали! Сначала нам нужно сделать основу! Сью, мы должны закрыть отверстие для салфеток! Ну, раз уж мы хотим построить что-то наверху! Не так и с Юзи! Ты абсолютно прав, Сэмми! А что касается стен, думаю, пенокартон придется как раз кстати! Что скажешь? Ты прав! Подойдет идеально! Давай займемся первым этажом! Склеим все стенки вместе! Поосторожнее с клеевым пистолетом, ребята! Вот так! Я тут кусок картона нашел! Если он тебе не нужен, я его возьму! Ребята, мы покрыли нашу коробочку шпаклевкой! Теперь все края гладкие и ровные! Сэмми, что ты там делаешь? Я думала, ты хотел помочь! А я и помогаю! Смотри, какой получился главный вход! Ого! Выглядит круто! Поставим его прямо по центру! Намек понял! Кажется, теперь я знаю, чем займусь! А мы тем временем возьмем немного текстурной пасты! Здорово! Мой фокус получился! Ээээ... А что изменилось-то? Вот этот парень вообще ничего не понял! А вы посмотрите поближе! Теперь видите текстуру? Да-да! Но посмотри, что я сделал! Вау, Сэмми, так детально! Как это у тебя вышло? О, это было легко! Несколько деревянных палочек, кусок пластиковой сетки и картон творят чудеса! Я вижу, что ты очень вдохновился! Ребята, не переключайтесь! Мы скоро вернемся! Это японская анимационная фэнтези Хаяо Миядзаки про десятилетнюю девочку Тихиро, которая случайно оказалась в мире духов! Ребята, посмотрите сюда! Мы неровно обточили балки, чтобы вся конструкция выглядела более реалистично! А что потом? Что случилось, Тихиро? Ведьма Юбаба превратила ее родителей в свиней! Поэтому Тихиро пришлось работать в бане Юбабы, чтобы найти способ вернуться домой! Угу, ну и кто там твой любимый персонаж? Хм, я думаю, что это Безликий! Звучит так загадочно! А кто это? Это дух с белым лицом! Он все время предлагает золото разным персонажам, а затем проглатывает их! Я знал, что это ужастик! Звучит так устрашающе! А может быть, тебе стоит сначала посмотреть фильм, а потом делать выводы? Ребята, сюда нам нужно сделать крошечные ставни! Встречай, Слайм Ликова, Сью! Слайм Ликий, а ты не мог бы мне помочь? Э, ладно, только переоденусь! Ох, он всегда так легко отвлекается! Сью, сфокусируйся! Я собираюсь показать настоящую магию! Вшу! Вау! Мистер Слайм Ликий, ты настоящий мастер! Ну все, моя часть сделана! Пойду поиграю! Хорошо, а мы продолжим с балкончиками! Поехали! Еще один идет вот сюда! А этот, милый малыш, вот сюда! Играть одному как-то скучно! Ого, Сью, ты так круто сделала! Спасибо, Сэмми! Ребята, с первым этажом мы закончили! Продолжайте смотреть это видео, если хотите увидеть, что у нас получится! Пришло время заняться верхним этажом! Сначала подготовим все! Конечно! Там столько конструкций! Так что важно прочно закрепить пол! И балки нам в этом помогут! Какие балки? Вот эти! Нам нужно все это закрыть перед следующим шагом! Правильно! Талантливый Слайм талантлив во всем! А у меня тоже есть балки! Посторонись! Ой, ну вот! Ты уже все закончила, и они тебе не нужны? Не расстраивайся! Мы их используем, чтобы сделать покрытие для пола! Ох, мне так нравится, как у нас получается! А вот еще одна картонная деталь для тебя! Эй, а что там за сетки? Это будущие стены! Теперь положим эту деталь прямо сюда! И закрепим все получше! Ааа, теперь понял! Мне это нравится! Ну ладно, Сэмми, давай продолжать! Приклеим еще несколько балок прямо сюда, во внутренние уголки нашей сетчатой комнаты! Еще одна идет вот сюда! И сюда! Вот так! Я с гордостью заявляю, что соорудил еще один балкончик! Ой, он такой милый! Он пойдет прямо сюда! Давайте немного ускорим процесс, потому что у нас еще полно работы! Это так здорово! Не могу дождаться результата! Мы начинаем делать последний этаж, ребята! Это значит, что ты почти закончила? Думаю, да, мы на финишной прямой! Но не забывай, что когда дом будет готов, нам нужно будет его покрасить! Сью, что-то мне подсказывает, что это твое! Давай сделаем стены! Выглядит круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты отлично справился, только кое о чем забыл! Что? Ты о чем? Вся конструкция должна завершаться крышей, ты же помнишь? Ой, ну точно! Может, уже к покраске приступим? Это мое любимое дело! Об этом я уж точно не забуду! Дай мне секундочку, Сэмми! Мы не можем оставить эту красивую крышу без украшений! А у меня вопрос! Сью, ты же мне доверяешь? А то я могу сделать вот что! Где ты взял такую красоту? Слайм Лики никогда не раскрывает своих секретов! Ты что, не знала? Точно! А эта башня будет смотреться идеально вот здесь! Оп! Так, время для крафтовой инспекции! Угу! Тут все четко! Тут вроде тоже! Это красивый и очень высокий крафт! Ребята, мне нужна всего секунда, чтобы принести краски! И мы продолжим! Осталась самая красивая часть! Нанесение декора! Кто тут сказал декор? Ребята, вам потребуются защитные перчатки, чтобы не запачкать руки! А следующий шаг покраска, да? Я прав! Не совсем! До этого нужно покрыть наш банный домик грунтовкой! Сначала защитим наш стол! Хоп! Ну а теперь можно наносить основу для краски на наш крафт! А вот и она! Я всегда на шаг впереди! Это точно! Ребята, будьте осторожны! Ииии... Та-даааа! Капелька магии никому не повредит! А после мы создадим несколько декоративных деталей и добавим теней! Вы должны быть очень аккуратны с аэрографом, друзья! Этот инструмент уж точно не игрушка! А еще никогда не работайте аэрографом без присмотра взрослых! Начнем с самого верха! Вот, Сьюзи, возьми эту кисть! Она тебе пригодится для мелких деталей! Спасибо, Сэмми! Что бы я без тебя делала? А ты не возражаешь, если я буду работать со стенами? Нисколько! Раскрашивать вместе всегда так весело! Ой, только посмотрите, как сочетаются эти цвета! У меня есть еще одна идея! Интересно, что опять задумал этот слайм? Ух ты! Ребята, вы только посмотрите! У нас здесь красивая золотая роза и аутентичная вывеска прямо над входом! А вот и зелень! Я сегодня сам себя впечатляю своими идеями! Да, и ты впечатляюще скромен! Ой, какая же крутая и высокая эта подделка! И благодаря этому мы можем украсить ее еще большим количеством декоративных элементов! Посмотри на этого парня, Сью! Это же младший брат Безликого! Он такой милый, Сэмми! Итак, ребята, вот и все! Теперь вы можете оценить нашу замечательную баню! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я так и знал, что надо было выбрать черницу А? Привет, Соня! Ты выспался? А где я? Я был... Я жонглировал на кухне И тут... Аи! О чем ты? Мы же собирались делать арбузный домик Я вышла на секунду, чтобы взять все необходимое А ты уснул Что мы собирались делать? Наверное, я сильно ударился головой. Ты в порядке, Сэмми? Может, тебе лучше прилечь? Да, это отличная идея. Понаблюдаю за поделкой отсюда. Конечно. Да, такому гению, как я, нужно больше отдыхать. О, арбуз вдохновил меня. Спасибо, Сэмми. Но мы же не оставим наш дом всего с одним этажом, верно? Подписывайтесь на наш канал, если согласны, друзья. И ставьте лайк, если тоже хотите построить такой дом. Сейчас. Щелк, арбузов много не бывает. О, украшения! Моя любимая часть! Да, здесь достаточно работы для нас обоих. Пора переодеться. Мне нужно выглядеть великолепно. О, да ладно, ты и так отлично выглядишь. Думаю, я больше знаю о моде Сью. А ты лучше занимайся поделкой. Да, конечно. Хорошо, с чего начнем? С кровати. Для нее нам понадобится полоска из пенобумаги. Какая приятная ткань. Кровать получится очень мягкая. Подождите, Сэмми дизайнер интерьеров уже здесь. О, а ты начала без меня. Кажется, я слишком увлеклась. Да, но ты хорошо справляешься, наверное. Мне приятно, спасибо. Думаю, так кровать будет выглядеть еще роскошнее. Подожди, ты еще не знаешь, над чем я работаю. Тебе понравится. Ох ты, мне не терпится это увидеть. И пока ты занят, я смастерю изголовье. Я так долго работал, что отрастил бороду. Шучу, это для подушки. Ох, Сэмми. Хорошо. Кровать готова. Кажется, это заняло целую вечность. Но я справился с Ю. Вот самая мягкая подушка на свете. Спасибо. О, идеально подходит. О, мне идет борода. Я похож на уважаемого джентльмена. О, нужно купить цилиндр. О, я бы посмотрела на тебя в этом образе. Ну, а пока займемся ящиками. Немного блеска никому не помешает. А из страз получатся отличные ручки. Посмотрите на меня. Я потрясающе себя чувствую. Новый образ мне определенно идет. Вау, это интересно. Но самое главное, чтобы тебе нравилось, Сэмми. Итак, спальня готова. Теперь займемся кухней. И я уже начала. Звучит отлично. У меня как раз есть отличный молоток. Бам, бам. Сегодня мы не будем ничего ломать. Но ты можешь сделать кухонный шкафчик. Значит, ломать ничего нельзя, да? Ну, кое-что можно. Ура! Бам! И почему мне кажется, что я об этом пожалею? Нам точно понадобится стол на кухне. И, конечно, он будет похож на арбуз. Как там поживает шкафчик, Сэмми? Эм, Сэм? Ох, буду честен, Сью. Я не плотник. Ох, эх. Так что я просто импровизирую. Я верю в тебя. Уверена, что ты отлично справишься. А еще нам нужно будет где-то сидеть, пока мы едим. Я имею в виду стулья. И они должны подходить к столу. Так что выбираем розовый и зеленый цвета. Что там происходит, Сэмми? Ты себе перерыв устроил? Я слышу, как ты ешь. Но я проголодался. Мне нужно что-то сладкое. Думаю, ты это заслужил, Сэм. Нам нужно больше полок для кухни. И я хочу сделать их в виде радуги. Поехали. Ну, а что скажешь, Сью? Это же лучший кухонный шкафчик в мире. Отличная работа. У тебя талант к дизайну интерьеров. Я бы так не смогла, честное слово. Упс, мы чуть не забыли про раковину. А из этого получится идеальный кран. Ох ты, помедленнее. В мире не так уж много кранов, знаешь ли. Прости. Это идет сюда. Отлично. Ну, что скажешь? Вау, это идеально. Как мне туда забраться? Так и знала, что мы что-то забыли. Замечательно. А теперь идем и разнесем что-нибудь еще. Тут большое пространство, поэтому нам понадобится много вещей, чтобы его заполнить. Что же делать? Подождите, я придумала. В нашем доме должна звучать музыка. Поэтому мы смастерим рояль. Скорее бы Сэм это увидел. О, он так удивится. Хм. Кажется, я слышу, как он идет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, подождите. Это рояль потрясающий. Конечно. Я знала, что тебе понравится. Ух ты, все мои мечты сбываются. Я стану звездой. Ха-ха. Нужно закончить мастерить рояль, пока Сэм не вернулся. Это будет подставка для крышки. И немного блеска. Сэм этого заслуживает. Все в сторону. Ну, Сью, я спою для тебя серенаду. Подожди, подожди, рояль еще не готов. У меня не было времени сделать стул. Чепуха, он мне не нужен. Музыку не удержать. Пожалуйста, потерпи немного. Так нужно. Подожди, я только что вспомнил, что не умею играть на рояле. Возможно, это станет проблемой, Сэм. Не беспокойся, ты всегда можешь научиться. Ну, а если не получится, не огорчайся. У тебя много других талантов. Я решила стать рак-звездой. Буду играть на гитаре. Может, попрактикуешься где-нибудь в другом месте? Точно поделка. Но я могу попрактиковаться в комнате Роджера. Ой, нет, я не это имела в виду, Сэм. И он ушел. Бедный Роджер. Он понятия не имеет, что его ждет. Я надеюсь, у него хотя бы есть беруши. Звучит? Не очень. Ах, кто бы мог подумать, что Роджеру не нравится рок-музыка. Как жаль. Не переживай, Сэмми. Некоторые люди просто не могут оценить твой талант. Подожди, ты закончила поделку? Я хочу на нее посмотреть. Надо видеть. Надо видеть. Надо видеть. Надо видеть. Я хочу на них смотреть. Может быть, ты проверишь, насколько удобная мебель? С удовольствием! Что? Нет, только нет! Так это все был лишь сон? Не может быть! Я, наверное, сильно ударился головой! Сэмми, ты снова чем-то жонглировал? Подожди, это арбузный дом? Хочешь сказать, это все-таки был не сон? Что? Ты в порядке? Лучше не бывает, Сью! Что это было? Ладно, до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Ого! У меня столько палочек от мороженого! Я даже могу построить дом! О, это и те! Я знаю, как подразнить того плохого парня в интернете! Попробуй сдуть мой дом, динозавр! У тебя это никогда не получится! Хе-хе-хе! И отправить! Хе-хе! А, он мне что-то отправил? Это сообщение для ловкого слайма Сэма! Я принимаю вызов и скоро снесу твой дом! Что? О, нет! Что мне теперь делать? Сью, Лазия, помоги! Сью, он идет! Кто идет? О чем ты? Большой злой динозавр! Кто-то надоумил его снести дом! Что же нам теперь делать? Хм, надоумил, говоришь? Иди за мной! Хорошо! Вау! Сэмми, как тебе удалось есть столько мороженого! Оно же вкусное! Кажется, у меня проблема! Ладно, мы используем все! И еще мне нужен клей! Я буду тебе помогать! Вот клеевой пистолет! Отлично, спасибо! Знаешь, я всегда рада это слышать! Вместе мы построим дом, который даже динозавр не сможет разрушить! Серьезно? Тогда мне срочно нужно переключиться в режим строительства! Вот такой настрой мне по душе! Хм, нам нужны вот эти палочки поменьше! Так гораздо лучше! Это будет окно? Да, оно должно быть в каждом доме, верно? И вот первая стена готова! Давайте, ребята, потихоньку, потихоньку! Сэм, ты забыл, что мы используем палочки от мороженого для строительства? Сегодня никакие кирпичи нам не нужны! Правда? Я думала, ты пошутила! Стоп! Ты в порядке? Лучше не бывает! Ой, к счастью, я надел каску! Это точно! Ох, посмотри! И что мне теперь делать с этими кирпичами, а? Подожди! У меня есть идея! Сэм, тебя оценило вдохновение? Конечно, Сьюзан! Или оно, или сотрясение мозга! Мне так интересно, что же ты придумал! Теперь смотрите внимательно, друзья! Благодаря этому методу стены станут прочнее, видите? Отличная работа, Сью! Но я тоже не сижу сложа руки, знаешь ли! Динозавр будет в шоке, когда увидит это! Никто не смеет связываться с Сэмом! Нужна еще одна стена! У меня сейчас только три! Значит, мне тоже нужны четыре стены! Ой! Эй, никто не говорил, что строить дом – это легко! Одна палочка идет сюда, а другая – сюда! Нам нужно объединить эти две стены! Вот так! Сью, помоги! Этот ряд кирпичей правильный! Да, ты такой умный! Я знаю! Ладно, на чем я остановилась? О, конечно! Пора заняться крышей! Верхушка готова! Но мы же не можем оставить все вот так, верно? Ну, что скажешь, Сэмми? Скажу, что я тут тоже постарался! Это… А что это такое? Ой, это замок! Смотри, у меня даже чертеж есть! Думаю, должно быть наоборот! А? О чем это ты? А, я вижу, где ошибся! Спасибо! Не за что! Рада помочь! Кажется, нужны какие-то радикальные меры! Ха! Вот тебе! Еще одна палочка от мороженого! Эй, что ты делаешь? Перепланировку! Зачем? Я спрашивала! Ох, хорошо! Палочки от мороженого теперь ваша очередь! Давайте приведем вас в порядок! Ха! Молотка недостаточно! Нужно взять что-то другое! Вау! Промышленное! Что это? Сью, я что-то нашел! Это может пригодиться! Мне кажется, Сью, это твое! О, ты прав! Это труба! Спасибо за помощь, Сэмми! Осталось сделать еще парочку вещей! Помогите! Помогите! Кто-нибудь! У-у-у! Эй! Святые пироженки, ты в порядке? Да, этот замок можно защитить от динозавра, но никак не от Сэма! Это точно! А мы двигаемся дальше! Теперь все детали готовы! Но прежде чем мы начнем собирать дом, нам нужно их покрасить! Это будет шедевр! Произведение искусства! Но мне нужно переодеться! Образ должен соответствовать! Теперь другое дело! Я готов работать! Тогда давай начнем! Сегодня я буду использовать все свои любимые цвета! А я хочу запечатлеть этот важный момент! Подожди секунду! Не спеши! Желтый цвет напоминает мне о солнце на фоне яркого голубого неба! А что насчет фиолетового? Вам нравится, друзья? А труба будет красной! Эй! Это дом или радуга? Я просто дала волю фантазии! Эй! Сью-сью! У меня получилось! Хочешь посмотреть? Та-дам! Ого! Замечательно, Сэмми! Мне нравится! Спасибо! А когда будет готов наш дом? Уже скоро! Краска высохла! Можно его собирать! Отлично! Друзья, скорее! Ставьте лайк и подписывайтесь! Хорошо! Поехали! Ты чуть не забыла эту деталь, Сью! Спасибо за помощь! Что бы я без тебя делала? И последний штрих! Вуаля! Наш крепкий дом готов! Не совсем! Мне кажется, мы что-то упустили! Ты не видишь? Посмотри повнимательнее! О, ты про окна? Это моя вина! Давай установим их! И дверь тоже! Но мне понадобится твоя помощь! Сейчас! Строитель Сэм может сделать что угодно в мгновение ока! Ага! Хорошо! Есть! Хм! Хорошо! Ты все измерил? Да! Приступим к работе? Конечно! А где пила? Вот это настрой! Ох! Теперь нам снова понадобится краска! Где оконные рамы? Кажется, у нас проблема! Что такое, Сью? Не хватает деталей! Фу! Да это легко! Только попроси, я достану все, что нужно! Вот дверная рама! Дверная? Я тебе помогу! С дороги! Сью, позволь! О, ты уже все сделала! Ну что ж, я тебе больше не нужен! А? Точно! Сью, смотри! Думаю, тебе это пригодится! Спасибо! Но сначала нужно это раскрасить! И прикрепить вот сюда! Эй! Окна на чердаке рамы тоже не помешают! Ты прав! Вот так! У всех домов есть адрес, верно? Главное, чтобы и наш дом был как настоящий! Получилось прекрасно! Да, я согласна, Сэмми! О нет! Это большой злой динозавр! Сэм, где ты? Иди сюда, я здесь, как и обещал! Это и есть твой шикарный дом! О, это будет легко! Я просто подую и снесу его! Подождите! Пахнет мороженым? Да! Этот твой дом сделан из палочек от мороженого? Серьезно? Да! Я его сам построил! Вау! Я обожаю мороженое! Теперь я хочу есть! У нас еще что-то осталось в холодильнике! Ну и сладкоежка! Подписывайтесь на наш канал, друзья! И до новых встреч! Пока! Эй! Оставь мне немного! Ого! Что это было? Нужно показать это Роджеру! И лучше поскорее! Скорее! Ну же! Ну же! Роджер! Бросай все! Ты должен это увидеть! Ладно! Надеюсь, это важно! Но я ничего не вижу, Сэм! Эта книга слишком маленькая для меня! Почему бы тебе не попробовать вот это? Это поможет! Посмотрим! Вау! И правда сработало! Итак, что же это за книга? О! Это план постройки дома для Марио! И тут говорится, что мы можем встретить самого Марио! Чего мы ждем? Давай начинать! Хорошо! Здесь говорится, что нужно начать со строительства стен! В таком случае нам нужно найти материал для этого! Не волнуйся, Родж! Я уже занимаюсь этим! Давай, приятель, не подведи! Вау! Здесь есть все, что нужно! Спасибо, Сэмми! С этим можно работать! Всегда пожалуйста, Роджер! Начинаем! Сначала мы соединим внешние стены! Идеально! Сэмми, что ты делаешь? Это мое! Видишь, я пытался попасть точно в цель! Е-е-е! Здорово! Как ты это сделал? Теперь посмотри сюда! Это не так просто, как кажется! Итак, начинаем! Ага! Взгляни на этот классный диван! И мне даже не пришлось использовать клеевой пистолет, чтобы соединить все детали! Может быть, на этот раз мы и сами что-нибудь сделаем без магии? Не порти все веселье, Сэм! Позволь мне использовать хоть немного магии поделок, хорошо? У нас еще много работы! Но на самом деле сейчас нам нужно склеить все части полки! И думаю, что смогу это сделать без магии! Ну, что скажете, друзья? Я думаю, что полка получилась фантастической! Давайте повесим ее внутрь! Вот так! Я принесу немного глины для наших поделок! Нам так повезло, что сейчас как раз сезон! Вау! Да ее тут полным-полном! Это была очень успешная охота за глиной! Посмотри! Ха! Спасибо! Это то, что нужно, Сэмми! Давай сделаем гриб из игры Марио! Друзья, вы помните персонажа, о котором я говорю? И шляпка гриба готова! Это было легко! Дальше по плану у нас белая основа! На самом деле ее довольно просто сделать! Теперь, думаю, нам нужно соединить две части вместе! Вот так! Это уже похоже на гриб из игры Марио, правда? Но деталей по-прежнему не хватает! Смотри! Этот гриб, кажется, не очень доволен своим грибным видом! Это потому, что он еще не встал на ноги! Или, возможно, он просто злой! Что ж, ножки будут вот тут! А затем мы просто поставим гриб на них сверху! И персонаж готов! Ура! Давайте отправим его в дом! Не забудь про черепаху! О ней тоже писали в книге! А еще там писали о журнальном столике! Я позаботился об этом! Самый знаменитый гизайнер Тиби Даба сделал это! Ура! Вау! Дай посмотреть! Марио это понравится! Выглядит здорово! Здесь как раз идеальное место для него! Я надеюсь! Мне пришлось продать все твои вещи, чтобы купить этот стол! Что? Мои вещи? Сэм! Что мне теперь делать? Я знаю! Ага! Я нашел бесконечный источник богатства! Так ты не злишься на меня? Все в порядке, Сэмми! Я теперь богат! Посмотри! Деньги льются, как из ветра! Ты такой крутой, Роджер! Как будто я этого не знаю! На самом деле я могу сделать даже лучше! Пора готовиться к встрече с Марио! О-оу! Кухня ведь еще не готова! А? Кухня? Да, конечно! Кухня! Я совсем забыл! В любой кухне есть столешница, верно? Здесь она будет угловой! Прекрасно! Помогите мне кто-нибудь! Ко мне что-то прицепилось! О, Сэмми! Тут нет ничего страшного! Это просто дверца духовки! Видишь? Она даже красивая! И эта часть готова! Мне нравится! А как тебе мой блестящий новый стиль? Очень блестящий! Но это нужно отправить сюда! И готово! Вот и маленькие ручки! Ах, наконец-то! Мамма миа! Я надеюсь, Марио любит письмо с Сэмми Рони! Сэмми Рони? Ты так ее назвал? Я мог назвать ее Сэми, но это как-то скучно! О, я понял! Но теперь давай займемся стульями! Это верхняя часть! Мы сделаем поддерживающую деталь для будущего стула! У меня здесь есть несколько лишних бусин! Я думаю, такой высоты будет примерно достаточно! Эммм, не забудь об этом! Вау, невероятно! Мы не хотим, чтобы Марио упал со стула! Поэтому основание должно быть надежным! Теперь соберем все вместе! Да, вот так! А второй стул предназначен для принцессы Пич! Если Пич придет, то нужно украсить дом! Нам нужны цветы! Сэм, подожди! А как же наша поделка? Ну хорошо, я сделаю все сам! К тому же у меня есть все необходимое! Начнем с кастрюли! Вот и все! Теперь нам нужна земля для цветка! Поехали! Отлично! Интересно, а куда делся Сэм? Особенно учитывая то, что нам нужно делать самим цветы! Ну ладно, у меня все равно есть дела! Хмм, круто выглядит, правда? Нашему цветку, конечно, нужны детали! Вот и листья! Прекрасно! Кстати, ребята, не забудьте подписаться на наш канал! И поделиться этим видео со своими друзьями! Вот твое место, малыш! А вот еще один! Но и это не все! Смотрите! Ха! Магия сработала! В этой комнате тоже нужно поставить цветок! Прочь! Я вернулся! Спасибо! Этот кубик можно поставить сюда! Мы переходим в спальню! Сначала застелим кровать! Ай, брррр! Здесь немного холодно! И он! Вот почему нашему Марио пригодится теплое одеяло! Такое, как это! Спасибо, что подумал об этом Сэм! И сголовье кровати будет округлой формы! Вуаля! Мы сделаем его мягким, чтобы Марио мог комфортно отдыхать сидя! Вот так! И не забываем про особый декор в стиле Марио! Наша кровать готова! Я надеюсь, Марио будет видеть чудесные сны, спя на ней! Она будет стоять здесь! И несколько маленьких лампочек, чтобы спальня стала еще уютнее! Эй! У меня тут тоже есть кое-какие украшения! Ого! Спасибо! Мне нравится это маленькое облачко, которое ты сделал, Сэмми! Отлично! Круто! Это огненный цветок! Он согреет Марио холодной зимой! Как раз вовремя! Родж, я закончил! Отлично! Теперь можно заняться душевой кабиной! А пока я покажу вам, чему он научился во время уроков чечаски! Извини, приятель, но это для нашего душа! Посмотри! Хм... Но вода не должна литься на пол! Вот так-то лучше! Мама миа! Давно я не таскал такие тяжелые штуки! Туалет на месте! В каждой ванной комнате должна быть раковина! Особенно, если это ванная самого известного в мире сантехника! Нам нужно сделать ее красивой и аккуратной! Добавим еще несколько зеленых полос, чтобы она выглядела как труба из игры! Получается здорово! А теперь я покажу вам маленький фокус! Упс! Здорово, правда? Добавим зеркало! И все! Теперь раковину можно поставить на место! Светы и пироженки! Это только мне кажется или идет Марио! Это я, Марио! Кто вызвал меня? Роджер! Сэм! Вы забыли про лестницу! О, нет! Я забыл! Я не могу двигаться влево! Все в порядке, Марио! Я тебе помогу! Эй! Мне так нравится дом! Воды! Дайте мне воды! Я так волнуюсь! Я сейчас встретил своего героя! Прости, но мне понадобится эта соломинка для дома Марио! На карте есть флагшток! Так что это обязательный элемент дома! Вот так! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, довольно неплохо! И диван потрясающий! Извините, Марио, то есть господин Марио, сэр, можно ваш автограф, пожалуйста? Все что угодно для моих преданных поклонников! Это что за прекрасный запах? Ммм, прямо как мама готовила! Его мама делала пиццу так же, как и я? Сэм, очнись! Видео заканчивается! Нужно попрощаться с нашими друзьями! Всем пока! До скорых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова